В общем, ребята, сегодня я затощил то, во что сам не верил, 100 подъемов Знаменского. Грязь, гиря, огород, все, как вы любите, сегодня включено. Поэтому сегодня будет два видео. Первое будет о блогерах, на которых я подписан и не отпишусь, но контента на их канале нет и не будет, скорее всего. Мне очень жаль. А вторая часть видео, это будут чистые вот эти подъемы. Это упражнение на все группы мышц. Без исключения, здесь прорабатывается абсолютно все. Почувствовал предплечье, бицепс, трицепс, плечо, спину, низ спины, ноги, даже шею. В общем, лучшее упражнение с гири, наверное, которое можно придумать на все тело. Есть отдельные упражнения на какие-то определенные мышечные группы, но вот это упражнение на все тело лучше. На сегодня все. Утро начинается с гиревой зарядки и с тяжелой работы. Ну а дальше можно будет в воскресенье отдохнуть. Как всегда, в воскресенье жестим. До скорого. Пока-пока. Ребята, доброе утро. Сегодня будем заниматься на улице. Тем более, учитывая то, что огород я убрал и место теперь вдоволь, где поподнимать можно снаряд. Вот такой замечательный, как классическую сегодня взял, кругленькую гирю, потому что буду делать упражнения силачей старой школы. Подъем Знаменского. С утра ее тащил сюда на огород. Реально тяжелая. Она такая с утра. Еще не покушал. Только водные процедуры, туалет. И все, и погнали. Поэтому сейчас с этой же гирькой немножко разомну, чтобы пристреляться к весу. И будем делать подъем. Ну, конечно, кто идет со мной по гиревому марафону, будьте осторожны, чтобы дома, если будете делать в помещении, не сделали дырку в полу. Потому что есть вероятность сегодня падения снаряда. Ну, а еще поговорить, как всегда, хочу с вами о блогерах продолжить. Вам нравятся видео, которые я делаю. Последние два о тех блогерах, от которых я бы отписался и отписался в итоге. Хорошее вот это упражнение. Надо будет его сделать на сто раз. Так вот, сегодня я хочу вам рассказать о блогерах, от которых бы я не отписывался. Ну, и не буду отписываться. Но, увы, они каналы свои забросили. И очень жаль. Каналы были хорошие. Интересная шла информация. На этих каналах хотелось бы, чтобы эти авторы продолжали свою деятельность. Первый автор – это Виктор Гологус. Более известный как Бородач. На канале уже нет видео почти год. И я думаю, не будет. Потому что Виктор уехал в другую страну. Сначала открыл там зал, в который его не открыл. Сначала его позвали работать в зал, с которым у него не срослись отношения. Он открыл там свой. На деньги своих добрых клиентов. Это, в общем, насколько я знаю. Поэтому контент закончился. Так как на этом канале... Это был не его канал. Он был хедлайнером этого канала. И, собственно говоря, с его уездом и канал Окбоди полностью тоже лег. Что не очень хорошо. Потому что там Виктор – отличный тренер. И на этом канале была замечательная информация. Но, слава Богу, информация из канала не удаляется. Поэтому можно его видео и нужно пересматривать. Слушать его мысли, идеи. Потому что очень-очень толковый был. Образ бородача. И это тот настоящий бородач. Потом уже появились ухты бородачи и прочее. Которого хотелось смотреть, слушать. Который был интересен. Второй блогер – это Михаил Прыгунов. Михаил Прыгунов – это один из сооснователей канала YouGifted. YouGifted тоже, кстати, был заброшен. Потом перешел в руки другим ребятам. Сейчас этот канал называется FitStars. На нем можно часто увидеть Виктора Блуда. Мы, кстати, о нем тоже поговорим с вами. Вообще, думаю, что немножко мы у спортивных блогеров побеседуем в ближайшее время. Так как вы выявляете интерес, мне эта тема интересна. Поэтому не вижу никаких противопоказаний, чтобы пообсуждать спортивные каналы. А вы пишите в комментариях, о каких каналах вы хотели бы узнать мое мнение. В общем, канал YouGifted был заброшен. И пропало сразу несколько авторов. Один из них – это Прыгунов. Я с Прыгуновым списывался. Даже с Михаилом одно время. Он мне очень понравился и по переписке. Несмотря на то, что у него там канал Миллионник на то время был. И я ему советы давал по кроссфиту. Потому что, смотрите, Бородач по кроссфиту. Прыгунов по кроссфиту. Рудаковский тоже, который забил на свой канал, тоже перешел в кроссфиты с бодибилдинга. И тоже лягла вся деятельность. Неизвестно, как у них сложилась там дальнейшая спортивная карьера в кроссфите. Ну, думаю, что никак, потому что они просто бросили его. И еще один канал, перед тем, как начать непосредственно работать. Нужно немножко еще поприседать, потому что в подъеме Знаменского ноги работают. Еще один канал, который был забанен, а не заброшен – это Доча. Сейчас-то, конечно, уже канал, получая второе, третье дыхание завели на канале на Ютубе. Но там уже не будет Вадима, дочи. Поэтому Вадика интересно было смотреть, слушать, особенно уже позже, после того, как он ума набрался. Но мы знаем все, что произошло с его здоровьем. И теперь едва ли он когда-нибудь продолжит свой спортивный блог. Поэтому, ребята, вот, собственно говоря, так и получилось, что топ можно составить из пяти каналов, которых мне жалко, я от них не отписываюсь, но информации там никакой не будет. Это на первом месте, без всякого сомнения, Виктор Гологуз, Бородач. На втором месте – это Югифтед. Третье место – это Доча. Четвертое место – это Югифтед. И пятое место – это Рудаковский. Все, прокашлался, размялся, пробуем сеточку сделать. Знаменского подъема. Ставим на ладонь. Вот так, упа. Раз. Два. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...